Здравствуйте! Вы смотрите программу «Персональный акцент». За все сделанное и сказанное рано или поздно придется платить. Любой поступок – это бумеранг. Что за путь запустишь, то и вернется. Но зачастую сила возврата больше силы запуска. Сколько противоречивых и, к сожалению, низкопробных комментариев прозвучало на этой неделе в средствах массовой информации и в социальных сетях относительно последних событий политической жизни Молдовы. Их было немало. Попытка демократов изменить конституцию страны, приезд в Кишинев президента Турции Раджепа Таипа Радагана, сердечный прием турецкого лидера в Гагаузии, завершение работ по восстановлению резиденции главы Молдавского государства, визит руководителя парламентской ассамблеи НАТО. Как в череде событий разглядеть, что действительно важно для нашей страны, что принесет несомненную пользу, одновременно с этим сумеет еще и увидеть скрытые угрозы. Будем разбираться. У нас в студии историк и политолог Борис Шаповалов. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, тем не менее, несмотря на такое запутанное начало, я предлагаю говорить, скорее всего, о вещах простых. Ну, самое яркое событие уходящей недели, это, наверное, визит турецкого президента в нашу страну. Несомненно. Мы все, ну, благодаря, конечно, средствам массовой информации, непосредственно телеканалу Акчен ТВ, который вел прямые трансляции из приема, президентского приема, когда Игорь Николаевич Дадон встречал своего турецкого коллегу, мы ввели прямую трансляцию из Гагаузии, как проходил прием турецкого лидера в автономии. Я отметил для себя, что, в принципе, к нам в страну приехал лидер, ну, наверное, величину которого измерить просто какими-то местечковыми мерками сложно. Мы видели перед собой лидера, знаете, даже не регионального масштаба. Это человек, который, в общем-то, вкручен, включен в геополитические процессы, происходящие сегодня на планете Земля. На мой взгляд, насколько интересен все-таки этот визит был, как для Турции, так и для Молдовы. Какие могут быть непоследствия, результаты этого визита? Что он может нам принести в дальнейшем? Какие двери открыть молдавским гражданам, молдавскому бизнесу? Что интересного может произойти в нашей стране, внутри Молдовы, вот после встреч, которые прошли в столице и в Камрате с турецким президентом? Станислав, вы знаете, вот вы подметили очень важный момент, который не доходит до многих наших, скажем так, политических деятелей Республики Молдова, но и до некоторых, скажем так, коммитаторов, средств массовой информации. Я имею в виду их отношение к Турции как государству и к Реджепу Эрдогану как к лидеру этого государства и вообще к политическому деятелю. Я не побоюсь этого слова, это не руководитель регионального уровня, это руководитель мировой державы. Турция на сегодняшний момент определяет очень многие вопросы, связанные, скажем так, с внутриполитической ситуацией в Европейском Союзе. Это связано с тем, что идет вот эта гражданская война в Сирии, миллионы беженцев мигрируют через Турецкую Республику, часть из них попадает в Европейский Союз, это оказывает большое влияние на те события, которые там происходят. Это один очень важный момент, то есть Турция находится на, скажем так, геополитическом перекрестке путей. И перекрестке, где сходятся интересы очень многих, и Китая, и Российской Федерации, и Соединенных Штатов Америки, и Европейского Союза. Ну, о чем говорить? Эта страна находится и в Азии, и в Европе. Эта страна контролирует часть Средиземного моря, она контролирует Черное море вместе с Российской Федерацией, и она контролирует Кавказ, она контролирует часть Азии, граничит с Ираном, с Сирией, с Ираком, и здесь возникает, естественно, очень много различных вопросов. Но это вот, если брать вот так, значение этой страны. Я поражен вот некоторым вещам, которые я читал, там пишут, а что там Турция, что она себе представляет, что это за государство. Ну, во-первых, это 80 миллионов чем-то населения, это большая территория, это индустриальная страна. Я подчеркиваю этот момент, многие говорят, а что Турция там аграрная страна? Ничего подобного. Турция индустриальная страна, она очень мощно экономически развивается. И, кстати, за время премьерства Эрдогана, он был премьером с 2003 года по август 2014 года, валовый внутренний продукт вырос на 64%, а в пересчете валовый внутренний продукт на душу населения на 43%. Вот это Раджеп Эрдоган, вот это лидер этой державы. То есть это очень грамотный, образованный человек. 65 лет, это нормальный возраст для политика. Да, то есть он уже реально состоялся, был мэром Стамбула в 1994-1998 годах, а потом в тюрьме даже посидел за свою политическую деятельность. В 1998 году... За исполнение стихов. Да, 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 да. Ну вот он высказывал свою позицию. На миссии видно. Да, он мусульманин. Да, у него есть вот свое видение развития страны. Он получает в этом плане поддержку своего народа. Ну, это очень важный фактор. Ведь в 2014 году, когда он избирался президентом, по-моему, 10 августа были эти выборы, и в 28-го он вступил в должность. Значит, что значимо? Он первый турецкий президент с 1923 года, то есть это новая история современной Турции, который победил на прямых всенародных выборах. До этого президенты избирались по-другому. Это показатель, это мощный показатель его авторитета в этом обществе. Теперь, то есть вот, ну, по Эрдогану можно говорить очень долго и много, потому что личность действительно очень интересная сама по себе. Ну, человек, который пережил два военных переворота в 2007 году и 2016 году. Почему были эти военные перевороты? Некоторые вот говорят, вот он там авторитарный стиль управления, он там турецкий диктатор, еще что-то вот такие какие-то... Это формальный повод, возможно, для... Подождите. Это с точки зрения тех, извините за выражение, может, я грубо скажу, шавок, которые не понимают, о чем они говорят. Почему? Потому что, почему эти перевороты против Эрдогана пытались провести? Почему вот пытаются постоянно как-то взбудоражить население Турции против его правления? Да потому что он проводит независимую от Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки политику. Несмотря на то, что Турция является, кстати, самой крупной армией НАТО на сегодняшний момент. Но вот появился лидер, появился со своими какими-то мыслями, идеями. Он действительно проводит независимую политику. Оба переворота, они были инспирированы Центральным разведным управлением Соединенных Штатов Америки. Об этом много писалось, об этом много говорилось. Последний переворот в 16-м году. Самолеты, которые бомбили турецкий парламент, взлетали с американской базы, которая расположена на территории Турции. И где лидер того движения, ну, Хизметну, по-моему, называется, Гюлен, тоже находится в Соединенных Штатов Америки. То есть, против него ведется целенаправленная деятельность для того, чтобы его устранить, для того, чтобы Турция была управляемой страной. Вот это первый аспект. Теперь, второе, вот что это нам дает? Нам это дает очень много. Во-первых, мощное влияние Турецкой Республики на окружающие страны сбрасывать со счетов нельзя. Во-вторых, Турция только в Гагаузию, в этот регион наш, молдавский, вложила, если я не ошибаюсь, порядка 45 миллионов долларов. А вообще инвестиции Турецкой Республики за последние 25 лет в молдавскую экономику составило, по-моему, около полумиллиарда. То есть, это много совместных предприятий. Причем это предприятие промышленное, это действующее, это не купи, продай. То, что производит. Известные даже очень положительно интересные примеры. И вы знаете, вот когда проходила встреча Игоря Николаевича Дадона, когда они подписывали с Эрдоганом вот эту декларацию о партнерских отношениях, о стратегическом партнерстве. Чувствуете, как сразу меняется контекст? То есть, это не обычное какое-то соглашение о дружбе, о сотрудничестве и все остальное, а о стратегическом партнерстве. То есть, здесь есть понимание того, и одного, и второго президента, что Молдова и Республика Турция могут выстраивать совершенно другие взаимовыгодные условия. Индустриальная мощно развитая страна, которая к нам, скажем так, относится, я не скажу, что с любовью, но с определенной долей немножко другого, более приятного отношения, чем к другим странам. Скажем, относится с пониманием. Да, конечно, с гагаузским народом связано. Это братский народ, который практически говорит на старо-турецком языке. Это диалект, они прекрасно друг друга понимают, но мы видели вот по тем даже кадрам, которые вы демонстрировали из Камрата, там это было очень ярко видно. То есть, у нас большие перспективы. И вот Эрдоган, как раз выступая тогда вместе с Дадоном, он сказал, что турецкие банки готовы войти в Республику Молдовы, готовы проводить большую инвестиционную политику. То есть, они готовы содействовать экономическому развитию нашей страны. А для нас это самая главная проблема. Рабочие места, будут возвращаться наш народ из других стран сюда, к нам, на родину. Поэтому визит Эрдогана со всех точек зрения, он очень важен. И вот этот жест турецкой стороны, да, вот, ну вот, скажем так, 10 миллионов на ремонт президентского дворца. Мы свои 100 миллионов вложили после того, как эти варвары, вандалы, да, в 2009 году, наши же, те, которые у власти, кстати, сегодня находятся, да, многие из них там на площади были и участвовали вот в штурме, да, вот и парламента, и президентского дворца разгромили, и так ничего не могли сделать. Я, например, проезжал, помню, вот во вторник вечером около 10, вот, ну, так получилось, и мне было очень интересно посмотреть, ну, как же завтра будут открывать этот дворец, я увидеть не смогу, и вот это фонтаны эти, вот эта красивая подсветка, ну, культурно все сделано очень. Достойно? Да, 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 я думаю, вот это очень такой достойный жест со стороны Турецкой Республики в адрес Республики Молдова, да, они не пришли с пустыми руками, они пришли с дружбой, они пришли с миром, они пришли с конкретными экономическими и социальными проектами. Только ради этого нужно, извините, снять шляпу перед Риджепом Эрдоганом. Может, я очень уж так вот пафосно красиво о нем говорю, Но лично для меня я к нему отношусь с очень большим уважением, как к личности. Да, он жесткий руководитель, да, он хитрый. Ну, как все восточные лидеры, они где-то, вот опять-таки еще один момент, который упускают наши журналисты и политики, когда они пытаются сравнивать, допустим, Эрдогана с каким-нибудь там европейским политиком, ну, допустим, президентом Франции, там еще что-нибудь, да. Мы не можем, не имеем права просто с этими мерками подходить к людям с Востока, к людям из мусульманского мира. У них другая культура, у них другие традиции, у них вот эта подчеркнутая роскошь, у них вот подчеркнутая, ну, может быть, где-то, может некрасиво звучит слово, но вот это вот барство, да, это норма их психологии и восприятия. Нам, европейцам, это немножко кажется чем-то странным, Станислав. Вот смотрите, в Кишиневе не демонстрировалась ни роскошь, ни какого-либо другого восточного пафоса. Меня вот по-обывательски приятно удивил то, как Кишинев был подготовлен к встрече турецкого президента. Было объявлено о том, что будут перекрыты и указаны в прессе были, какие перекрестки будут перекрыты. Приятно, по-обывательски, опять же, приятно удивила реакция кишиневцев, которые решили в этот день не передвигаться по городу на своих автомобилях без надобности. И что хочу сказать, я не видел перекрытых улиц, я просто видел свободные проспекты, свободные улицы для передвижения. Много, конечно, было полиции, понятно. И что, ну вот, например, я наблюдал за тем, как обеспечивалась его охрана, его безопасность. Я понимал, что люди подходят к этому вопросу с очень высокой профессиональной меркой. Видно, что на кону, так сказать, высочайший, в общем-то, профессионализм. И, так сказать, главная задача была не допустить какого-либо несанкционированного, или там, не знаю, провокации, либо, не дай бог, какого-то, будем говорить, теракта. Но то, как это все прошло у нас в Кишиневе, знаете, наверное, это здорово. Это хорошо сработались спецслужбы Турции и Молдовы. Подготовленная инфраструктура. И, в общем-то, я даже рад за нашу Молдову, что лидер такого уровня. Абсолютно не помешала жизни города. Да, я согласен. Такого уровня у нас чувствовал себя безопасно. Мы сохранили свой городской комфорт при этом. И, в общем-то, наверное, это такая, ну, будем говорить, маленькая деталь вот в этом огромном, так сказать, событии. И, ну, тем не менее, она обсуждаемая. И что хотел бы еще отметить, что, наверное, это и подталкивает нас к разговору о том, чем этот визит может стать для Молдовы. Понятно, что наш президент и президент Турции – это два человека, которые сумели договориться о том, что необходимо друг для друга, для их стран. Понятно, что они говорили практически на одном языке два патриота, что один, что другой. Да, конечно. И это чувствовалось. Однозначно. И понятно, что каждый болел за свой народ и за интересы своего народа. Но, тем не менее, здесь есть все-таки встреча. Ну, чего тут лукавить? Мы, Молдова, маленькая страна с таким, ну, ежедневно истребляемым населением сегодня. Одна из провинции Европы, да, или Турции, скажем, по размеру, да, но чисто так. И к нам прилетает мегаполитик, человек, который, в общем-то, вкручен в мировую политику. Он понимает, в общем-то, глубинные процессы, которые происходят сегодня на планете. И он понимает, что, четко, видимо, понимает, что и Молдова при всей своей небольшой территории, при том малом объеме населения, все-таки будет или каким-то образом является, ну, тем, ну, знаете, каким-то достаточно важным винтиком в этой геополитике. В зоне интересов. Да, в зоне интересов, так скажем. И это вызывает, ну, дополнительный вопрос, насколько эффективно скажется на жизни молдаван, на жизни граждан Молдовы, вот результаты, возможные результаты или перспективные результаты этого визита. Ведь не секрет, все-таки политика должна руководить экономика. Новые рабочие места, это важно, но мы еще и торгуем, и нам бы хотелось сохранить свой рынок. И мы, да, аграрная страна Молдова, отчасти, так сказать, аграрно-индустриальная страна Турция. Турция. Турция производит оружие, производит технику, машиностроение. Я просто не говорю о традиционном текстиле и массе других наименований. И нам, конечно, есть чему поучиться. У турков возможности сохранить себя в очень непростом мире, возможности устоять перед вызовами, которые стоят перед страной. И, в общем-то, двигаться вперед, в данном случае, конечно, их лидер достоин, ну, многих приятных эпитетов. И все же, на ваш взгляд, какие самые важные положительные изменения могут стать, ну, такими значительными вехами вот в развитии этого визита? Ну, вы знаете, как ремарка, вот то, что вы сказали по визиту Эрдогана, по его приему и так далее. Тоже накануне я в основном сразу первичную информацию из соцсетей получаю. Ну, и там смотрю, ой, будет перекрыто, что-то страшное. Охи-ахи, да. Охи-ахи, все это искусственно раздувалось, потом несколько информационных ресурсов, все это расписали, как какие-то ужасы. Ну, я два дня ездил по своим делам эти, и, вы знаете, я где-то больше десяти минут в одной ситуации не стоял, а то я свободно везде проезжал. В течение двух дней. То есть, это все было действительно организовано, и все это не влияло на жизнь. То есть, по сравнению вот с визитами вот этих европейских чиновников, да, и по сравнению вот эти деятели Украины, Грузии приезжали здесь. По центру можно было только ползком. Пешком только можно было ходить, прямо такие светочи личности. А охрана таких лиц, ну, конечно же. Вспомните, когда вице-президент Соединенных Штатов Америки, Байден в 2012 году. У нас же, там, где он выступал, возле оперного театра, их же охрана американская все люки заварила специально. Вот эти вот канализационные и прочие вещи. Ну, и когда госпожа Меркель прибывала. Да, и за решеткой выступали, помните, и запускали все остальное. А здесь все нормально, цивилизованно. Все это прошло, а в Гагаузии его как очень тепло принимали. Для нас это прежде всего, отвечая на ваш конкретный вопрос. Это установление нормальных отношений политических между нашими странами. Потому что, по-моему, с 1994 года визит президента в нашу страну, то есть, это вот такого уровня, это о чем-то говорит. Эрдоган, вы правильно сказали, вот, скажем, чтобы нас правильно поняли телезрители, мы не говорим, что Молдова провинция, да, Турция. Вот, а Молдова, как какая-то маленькая часть, вот, там, как, вот, какая-то территория в Турции, да. Ну, что такое для Турции республика Молдова? С экономической, с политической точки зрения, по большому счету, наверное, не сильно что-то значительное. Но наличие здесь их, скажем так, кровных братьев Гагаузов выделяет республику Молдова по сравнению с другими странами региона. И они помогали и будут помогать своим братьям. Это номер два. Они туда инвестируют очень много в социальные проекты. Они там открывают конкретные производства. И эти производства позволяют дать рабочие места Гагаузам. То есть, они не привозят им, образно говоря, рыбу, а они дают им удочку, чтобы научить самих себе зарабатывать на жизнь и так далее. И вот, посмотрите, даже во время этого визита Эрдогана, ведь можно сказать об отношении страны к этому вопросу и тем же нашим братьям Гагаузам. Во время визита Эрдогана было открыто шесть социальных объектов. Это крупный медицинский центр, это дом культуры отреставрирован в самом Камрате. Это, по-моему, детский садик они построили. Там дом для престарелых. То есть, социальные проблемы помогают решать. Это очень важно. Если мы не можем сегодня, страна у нас бедная, да, и есть какие-то политические разногласия между руководителями, сегодня находящимися у власти, я имею в виду правительство и парламент, и руководителями Гагаузской автономии, то хотя бы Турция будет это благое дело выполнять, если мы сами этого не делаем. Это уже второе. Следующее. Естественно, инвестиции в нашу экономику. Это очень важный момент. И вот то, что Эрдоган сказал, что два турецких государственных банка планируют свою здесь инвестиционную деятельность. Это говорит о многом, да. Им есть куда вкладывать деньги. Второе. У нас есть очень много моментов, с которыми нам бы с турецкой стороной надо бы нашему правительству сесть за стол переговоров и решить его как бы по-человечески, в каком плане. У нас договор о свободной торговле с Турцией. Точно такой же, как с Европейским Союзом. И здесь возникает вопрос, что Турция, как сельскохозяйственная страна, может нам нанести определенный экономический ущерб за счет экспорта сюда, к нам своей сельскохозяйственной продукции. Да, но у нас есть другой путь. И многие сегодня уже пошли по этому пути. Я знаю несколько совместных молодо-турецких предприятий, которые выращивают цветы, выращивают сады, закладывают виноградники. То есть совместные эти производства позволят нам минимально выйти из вот этой сложной ситуации, которая связана с какой-то определенной конкуренцией в сельском хозяйстве. И здесь же мы можем получить от них определенные, скажем так, способы ведения сельскохозяйственного производства, определенные технологии, новые, современные. У них новые, современные, да? Вот по сравнению с нами. Это тоже очень мощный фактор. И вы знаете, вот как-то об этом не говорят. Я понимаю, что это политическая составляющая, и об этом слух не говорилось. Но я очень внимательно слушал выступления Эрдогана, ну, во всяком случае, то, что у нас показывалось, да, переводилось. Вот, когда он говорил о Гагаузии, он говорил с теплом, он говорил с уважением. Он подчеркивал моменты те, что хотелось бы, чтобы были решены разногласия между нашим центральным руководством, то есть правящей коалицией, да, и Гагаузской автономии. Ну, помните, вот эти спорные вопросы, парламентскую комиссию создали, да? Все-таки законодательство, закон об особом статусе Гагаузской автономии декабря 1994 года у нас есть, но он ведь во многих случаях не действует. И это вина не Гагаузской автономии, это вина нашего центрального руководства. И я думаю, что с помощью вот Турции, такой мягкой, образно говоря, силы, да, помощи, наверное, этот вопрос как-то будет решаться быстрее и легче. Все-таки сложно отказать человеку, который тебя поддерживает и кормит в какой-то степени, правда, да? Совершенно верно. Есть этот момент. И учитывая авторитет Эрдогана. Ну, конечно же. И есть еще один момент, который имеет, я думаю, какую-то перспективу. Я думаю, что более активное участие в Турции в решении, скажем так, Приднестровского конфликта, да? И с точки зрения того, чтобы эта территория и Гагаузская территория в рамках Республики Молдова чувствовали себя комфортно, наверное, здесь позиция Реджепа Эрдогана будет очень важной. И не случайно его визит восприняли в штыки вот унионистские вот эти партии, движения. Ведь они в первую очередь начали там клеветать на него, там оскорблять диктатором, там еще кем-то, да? Почему? Потому что они понимают, что отношения Турции, отношения Российской Федерации и нормальные отношения между этими государствами и руководством Республики Молдова могут помочь решить ту нашу застарелую проблему. Но это, я думаю, дело такого будущего политического, так, в средней перспективе. Но я здесь думаю, что влияние Турции может быть гораздо большим и гораздо более эффективным, учитывая, что у Турции и у России, как мы видим, становится все меньше каких-либо противоречий. Там очень большое взаимопонимание. Ну и последняя попытка государственного переворота в июле 2016 года против Эрдогана была направлена прежде всего, потому что он пошел на тесное сближение с Российской Федерацией, на решение сирийского конфликта, на вот этот нефть, вот газовую нитку, на строительство атомной станции, на закупку стратегических ракет, ну, ЗРК комплекс С-400. Конечно же, это вызывает раздражение у тех, кто хотел бы править всем миром, у Соединенных Штатов Америки. Ну и вот отсюда все вот эти всплески. Ну а мы от этого только выиграем. Я в этом убежден. Надеюсь, что так. Хотел бы с вами обсудить, наверное, не только визиты таких, в общем-то, значимых фигур геополитики, но и нашу внутреннюю повестку. Да. Буквально недавно мы все были свидетелями того, как на парламентской площадке проводилась или была попытка провести очередной такой интервенции в основной закон страны. На европейской интеграции? Да. Сориентировать нас, так сказать, строго на Запад. Внести некий, будем говорить, узкопартийный, как мне лично кажется, какой-то, ну знаете, дискурс в основной закон страны, в Конституцию, для того, чтобы, ну не знаю, желание политиков сделать этот процесс евроинтеграции необратимым. Но мне кажется, сегодня все, кто вот уже более 10, если не сказать, 15 лет в власти, только и занимались тем, что евроинтегрировали Республику Молдова. Но так долго евроинтегрировалась, наверное, не знаю, разве что Турция, которая так очень долго держит в предбатнике Евросоюза, как, в принципе, выяснено, что так и никто и не планировал принимать Турцию в состав Евросоюза. Ну да, а последнее высказание Эрдогана говорит о том, что мы туда уже и не стремимся, оно нам не надо, мы уже давно самодостаточная страна. Совершенно верно. Конечно. Вот этот провал Демпартии, ну чем можно объяснить? Ведь, смотрите, с одной стороны, предлагалось вынести на обсуждение на ту площадку, где у них достаточное количество сторонников. Представители либерал-демократического партии всегда говорили о евроинтеграции. Либеральная партия готова поддержать. И всегда, ну, часто говорят, что если наше будущее в составе Евросоюза, ну, путем слияния, опять же, с Румынией. Такая вот фишка либералов. Тем не менее, в общем-то, во втором чтении обсуждения не набрали нужного количества голосов. Вот ваш взгляд, почему, ну, первый вопрос, почему все-таки Демпартия решилась на этот шаг? И второй, почему все-таки не сумели найти поддержки у своих сателлитов? Ну, первый вопрос, зачем Демпартии это было нужно? Вы понимаете, когда у банкрота нет на руках реальных карт, он начинает блефовать. Вот это вот как раз, видимо, вот та ситуация, которая произошла с демократической партией. Почему? Ну, а что они могут предъявить избирателям в феврале? Ну, во-первых, они, как бы они не открещивались, что они два года, типа, только у власти. Вот они вот сформировали новое правительство, и эти люди никакого отношения не имеют ко всему прошлому, что было. Вот они белые и пушистые. Да ничего подобного. И они у власти с 2009 года. С 28 июля 2009 года, когда они победили на тех выборах, и вместе с либерально-демократической партией и либеральной партией составили правящее большинство. Сколько их там было? АИИ-3-4, но они были составной частью. Причем они были, это Миша Гимпу, Железобетон, а эти были просто цементом, который цементировал вот этот, их европейское, проевропейское правление. Вот, это однозначно. Они входили в состав правительства Филата, они входили в состав правительства Лянка, их министры. Они принимали все эти решения. Габурича, да. Нынешний министр экономики был премьер-министром. Да, он был премьером. А нынешний премьер был министром во всех этих правительствах. Поэтому, ну о чем мы можем говорить? Они находятся у власти 9 лет. И, естественно, если в 2009 году 70% нашего населения, это официальная статистика, никто ее не опровергает, выступали за европейский вектор развития. Это однозначно, это правда, это так было. Но, на сегодняшний момент, эта цифра где-то 38, 35, 39, в зависимости от социологических служб, она упала ниже сорта. Это результат вот этого движения за европейскую интеграцию, которую они возглавляли. А народ уже не хочет такую европейскую интеграцию, потому что он смотрит на них, как они евроинтегрировались. Миллиард украли, потом повесили еще один миллиард, чтобы мы с вами отдавали. Посмотрите, что с экономикой происходит. Непонятно еще, в чем собственность этот миллиард перекочет из наших карманов. Я, например, вот здесь, я как нормальный трезвомыслящий человек, я не вижу ничего плохого в процессе европейской интеграции Республики Молдова. Абсолютно не вижу ничего плохого. Если мы будем с Европой торговать, мы получили безвизовый режим, у нас какие-то вещи решаются более цивилизованного, мы перенимаем их законодательство. Все это хорошо, они нам оказывают техническую помощь. Замечательно, нужно это использовать. Но, извините, это получается. Но вот представьте, я очень люблю вот такие примеры, которые очень ясно и понятно говорят. Вот вы живете, мы живем с вами на лестничной площадке, да, вместе, мы два соседа. И посередине у нас есть еще одна квартира. И вот то вы, то я пытаемся этого соседа переманить на свою сторону. И я говорю, ты не дружи со Станиславом, да, он такой-сякой. А вы говорите, а ты не дружи с Борисом, он такой-сякой. Я тебе за это дам вот такую косточку, да, придешь ко мне поужинаешь. А я еще что-то. Этот бедный сосед не понимает, что ему делать, с кем воевать, идти вам бить стекла или мне, да. А вот именно в это положение... Задуматься о том, что он должен сам жить своей жизнью. Действительно, вот именно в это положение нас сегодня ставит Европейский Союз, когда он говорит, вы не дружите с Российской Федерацией. Вы, вот мы вас к себе не принимаем в Европейский Союз. И мы вам прямо говорим, что мы вас не примем. И до 25-го года мы вообще о вас разговаривать не будем. А вот мы вам тут дали, типа, ассоциация с Европейским Союзом. Вот это самое большое, на что вы можете рассчитывать. А к себе в предбанях даже, в прихожую мы вас пускать не собираемся. Вы аборигены второго сорта. Надо говорить правду так, как оно есть. Мы для Европейского Союза аборигены второго сорта. Мы колония, из которой они черпают, прежде всего, трудовые ресурсы, которые им нужны. А что? Получить человека с высшим образованием, получить грамотного человека, получить человека, владеющего двумя-тремя европейскими языками. Ну, что бы их не использовать? Это все-таки не то, что из Африки на сегодняшний день к ним туда валом валит через Средиземное море. Ну и плюс хоть какой-то рынок сбыта для своих предприятий. И посмотрите, кто к нам сюда входит. Крупные сетевые компании европейские и так далее. То есть, мы превращаемся в эту территорию. И вот этот конфликт, чисто геополитический, между Европейским Союзом, Российской Федерацией, сюда еще мощно встревают Соединенные Штаты Америки, он порождает вот это вот в голове у нашей части правящей элиты непонимание того, что реально происходит. По большей счете, они прекрасно все понимают, но они зависимые лица, они коррумпированные лица. И поэтому, когда сегодня идти на выборы, ну вот их бьют и справа, свои же Настасия и Санду, их бьет и социалистическая партия очень правильно, да, доводами, покажите свои результаты, да, вот что же вы сделали. А нечего по большому счету показать. И тут появляется идея, а давайте мы станем флагманом и дальше европейской интеграции. Вот мы сейчас как-то выкрутим руки либеральной партии, либерально-демократической партии, вот мы с ними рассорились, мы их из власти выкинули, да, сформировали свое новое большинство, перекупили или что они там сделали с этими депутатами. Сегодня он был коммунист, завтра утром он просыпается, вдруг он демократ. Убедили. Независимый, ну убедили, да, вот он стал независим, был независимый или наоборот, был зависимый и стал независимый. Ну, это всем нам очень хорошо понятно. И вот, конечно же, все, вот этот момент был главной задачей сегодня демократической партии. Фактически, если бы либеральная и либерально-демократическая партия, депутаты от этих партий сегодня бы проголосовали, ну не сегодня, а вот они когда, в четверг, да, вот, в четверг проголосовали бы за этот проект об изменении Конституции, фактически, они бы подписали себе смертельный переговор, как политические партии, о том, что они вместе с ними же, которых они критикуют, которых они говорят, что они имитируют европейские курсы развития, о том, что они вот украли этот миллиард и все остальное. Это не мы с вами говорим, это говорит Михаил Гимп, это говорит там лидер либерально-демократической партии, это Санду говорит, это Настасий говорит, да, они же об этом говорят прямо, да, ну, и это так и есть, получается. И если бы они проголосовали, ну, значит, это ноль. Плюс здесь еще был, ну, наша молдавская сырба, да, как бы поторговаться и так далее. О чем идет речь? А им есть о чем торговаться, по большому счету. Да, конечно, Гимп там пытался, вот, в одним законопроектом вы проголосуете за наш румынский язык, а мы за вашу европейскую интеграцию. То есть, ну, о чем это говорит? Никаких принципов, как там, принципи шевелори, да? Даже не было. Даже близко нет. То есть, речь идет о чем? Речь идет о том, что одним хотелось бы остаться у власти, а другим тоже попасть в эту власть, но и те, и те уже настолько противны друг другу, и настолько им не хочется пачкаться, да, что вот они поступают вот таким вот образом. То есть, перспективы... С точки зрения политической, либеральной партии, либерально-демократической, но они поступили умно и благоразумно, не подавшись вот этому диктату и шантажу. А следующий момент, и самый главный, наверное. Вы знаете, вот все говорят о том, что не надо включать в конституцию эту идеологию одной партии, не надо вот вектор развития, сегодня мы торгуем с этими, завтра с другими торгуем, где Молдове выгодно, она там должна быть. Все это правильно. Я вот хочу задать и вам, и телезрителям, один самый главный вопрос. Скажите, пожалуйста, что бы изменилось сегодня, если бы мы с вами проснулись в нашей жизни, если бы мы с вами проснулись, а в конституции написано, что наша мечта и цель европейская интеграция. У нас выросла зарплата? Нет. Мы стали европейцами? Ну вот в их понимании нет. Нас бы приняли в Европейский союз? Нет. А что бы? Ничего не изменился бы. Но зато, идя на выборы, демократическая партия могла бы четко сказать своим европейским партнерам, вот вы нам 100 миллионов не даете, вот вы нас критикуете за все наши грехи и за то, что мы делаем, да, но вот видите, мы здесь локомотив европейской интеграции, мы всех за собой ведем, и вот как выборы сложатся, вы нас опять поддержите, и мы будем очередной альянс за европейскую интеграцию. А теперь и слева, и справа им говорят, не, ребята, все, до свидания, чемоданы собирайте, папки завивайте, вы не справились, до свидания. И это понятно и европейцам, это понятно и Соединенным Штатам Америки, и всем. Вот это результат того, что произошло, и почему произошло. На мой взгляд, я не знаю, полно ли я ответил на ваш вопрос, нет, но... Вполне, я просто хотел привести свою ремарку относительно того, что это, вот эта инициатива похожа на, вот на это внедрение, везде тотальное развешивание флагов Евросоюза над учреждениями Республики Молдова. Но ведь никак они европейским от этого не стали. Не стали ни наши учреждения, ни наши чиновники, которые как брали взятки, ни наши судьи, ни полиция, точно так же, как было, все-таки осталось. Поэтому еще раз говорю, ничего это в нашей жизни не изменит, вот эта строчка в этой Конституции. А что дальше предлагается, я не знаю, вот мы с вами как-то не, вот, наверное, должны обратить еще один, на один момент внимания. Ведь прозвучало у Канду, мол, типа мы, ах, раз так получается, мы референдум проведем. Ну, во-первых, это блеф. Есть решение того же консона суда 2014 года, которое говорит, что, значит, парламентские выборы и референдум не совмещаются. Ну, их же консонный суд. Хотя в нашей республике наш консонный суд тоже может утром проснуться и отменить свое же решение, что, кстати, в истории нашего консонного суда уже было. Это один момент. И второе, вернуться к этому вопросу уже по Конституции нельзя. А, можно только через год. То есть все это отпало. Но если демократы будут настаивать на этом и выкрутят руки в очередной раз своему карманному консонному суду, и он скажет, ну, давайте еще и референдум проведем 24 февраля, это будет абсолютно лебединая песня демократической партии, потому что это будет полнейший разгром, потому что население думает совершенно по-другому. И вот такое искусственное выкручение рук, ну, это уже будет абсолютно не в пользу демократической партии. Так что, я думаю, этот вопрос отпадает. И я, опять-таки, тоже внимательно прочитал заявления социалистов по этому вопросу. Они тоже заняли очень правильную мудрую вещь. Они говорят, подождите, мы за это, мы всегда за это выступали, но по референдуму давайте мы посмотрим, когда. Проводить его перед выборами или совмещать с выборами, это значит устроить вот эту геополитическую бойню, что вполне возможно и является главной задачей демократической партии в данной ситуации на выборах. Как предвыборная вот такая, ну, скажем, стратегия, да, тактика, технология, да? Почему? Потому что по-другому ты голосов не наберешь и авторитетом не воспользуешься. Ну, я думаю, вот так. Ну, всегда интересно разобираться в стратегиях и в тактиках. Я отчасти иногда, глядя на то, что происходит с партиями в парламенте, понимаю, что у одних есть тактика, у других без стратегии, а у других есть стратегия без тактики. И тогда непонятно, что же все-таки лучше. Ну, да. Ну, а когда человек приходит... На ваш лом у нас есть наша кувалда, да? Да, да, да. Когда человек приходит в ту или иную примарию, видит флаг Евросоюза, наверняка думает, лучше бы коврик постелили, потому что было бы чище. Согласен. У нас с вами времени совсем не осталось, но тем не менее, хотелось бы вот все-таки еще один момент разобрать, но так достаточно динамично и сжато. Как-то вот пока, я думаю, яркого обсуждения еще нигде не прошло, но тем не менее, смотрите, у нас в Молдову пожаловали представители НАТО. То есть, председатель парламентской ассамблеи НАТО и генеральный секретарь. И встретились уже с президентом, с представителем, да, с правительством. Почему вдруг? Смотрите, мы все-таки страна, которая пытается добиться международного авторитета как нейтральное государство. Мы все-таки стремимся закрепить этот статус на международном уровне, тем самым обезопасить из себя от включения в какие-то региональные либо другие конфликты. И тем не менее, НАТО нас рассматривает, судя по всему, как одной из площадок своих, давайте пока, геополитических маневров. Станислав, вы знаете, вся вина вот того, что происходит, это прежде всего нашего правительства и нашего парламентского большинства. Почему? Потому что заигрывание с НАТО это всегда чревато большими последствиями. Непонимание того, что ты свою внутреннюю проблему, свой внутренний конфликт должен решить сам, а не при помощи НАТО, не при помощи угроз великой мировой державой, которой является Российская Федерация и которая распространяет свое влияние и интересы на нашу территорию, давайте говорить прямо, открытым текстом. Мы всегда входили в зону интересов точно как Турции, точно так и Российской Федерации. И попытка молдавского правительства встать на сторону одного из геополитических игроков может привести к очень серьезному конфликту, учитывая нашу внутреннюю проблему, неразрешенную с 92-го года. Вот это, я не боюсь этого слова, я думаю, что может это не дипломатично звучит и так далее, но вот это тупая политика по постоянному кусанию Российской Федерации, вы видите свои миротворческие войска, уйдите отсюда, мы не хотим теперь быть этими самыми нейтральными, мы вот с НАТО будем дружить, но это неправильно. Никогда мы так эту проблему не решим. Никогда. И здесь есть, а почему НАТО сюда лезет? А они вообще, смотрите, когда развалился Советский Союз, и когда давали все заверения и президенты Соединенных Штатов Америки, и канцлер Германии, и президент Франции, и руководство НАТО, все клялись, и божились, нет, все, Баршавский договор распался, Советский Союз все поменял, идеологию, у нас никаких противоречий, нет, все остальное, мир и дружба. Но это было 16 стран входило в НАТО, сегодня их входит 29, плюс еще 12 так называемых партнеров, одним из которых является Республика Молдова. Мы входим в эту парламентскую ассамблею НАТО с 1994 года. Но это ладно, это разговоры, это какие-то там беседы, но что нам дает НАТО? Оно нам дает рабочие места, нет, оно нам строит заводы, нет. Ну, борется с пестицидами. Вот опять Павел Филипп про эти пестициды вспомнил. Я знаю, что это с начала 90-х годов мы говорим за эти 5 тонн пестицидов, которые НАТО уничтожило, по-моему. Ну, видимо, очень большая сила. Ну, и вот все, что они сделали хорошего. Они не строят дороги, и вы знаете, мне понравился ответ Марии Захаровой, официального представителя российского МИДа, вот пресса Таше, да, был, а, как раз на этой же неделе был вот этот телемост, Грузия, Молдова, там кто-то из прибалтийских республик, и Российская Федерация. Ей задали вот этот вопрос про НАТО и про их реакцию. Ну, грузины задали. Она замечательно ответила. Она просто спросила, скажите, пожалуйста, а НАТО это что? Общество любителей бабочек? Это общество филателистов? Или это военный блок с определенной конкретной целью? А цель одна, Российская Федерация. Раньше был Советский Союз, сегодня осталась Российская Федерация. И та же Захарова сказала, это не я говорю, и это не мы так думаем в Кремле, в Москве, а это напрямую говорят руководители НАТО, что нашим главным противником, нашим главным соперником является Российская Федерация. И поэтому мы приближаем наши войска к ее границе. И зачем Республике Молдова в этом участвовать? Понимаете? А нас к этому подталкивают. И вот эти вот все последние визиты членов нашего правительства и Филиппа, и Канду, как председателя парламента, и Плохотнюка, как главной координирующей роли этого продемократического правления в Соединенные Штаты Америки, они, видимо, имеют под собой какую-то основу, потому что так активно, как последние два года, руководители Молдовы не выступали против Российской Федерации, никогда не ставили в такой ультимативной, категоричной форме выведите своих миротворцев и так далее. И я, меня беспокоит, вы знаете, высказывания именно наших, то, что приезжают эти натовцы, понятно, они военный блок, они расширяются, они усиляются, им нужно продавать оружие, им нужны рабы, военнослужащие, которые будут погибать за их интересы. Пушечное мясо. Я для себя специально вычитал, я позволю себе просто процитировать нашего премьер-министра. Павел Филипп заявил, что нейтралитет государства не означает, что мы хотим быть изолированной страной. Молдова за тесное сотрудничество с НАТО хочет учиться, готовить вместе военных и участвовать в учениях. Нейтралитет наш не был самостоятельным выбором Молдовы. Это заявляет премьер-министр Молдовы, где Конституция говорит, что мы нейтральная страна. И он же говорит, что нейтралитет был навязан в результате вмешательства российских войск в конфликт на Днестре. Получается, с точки зрения нашего премьер-министра, что не надо было увязываться в конфликт на Днестре. Надо было, чтобы молдаване убивали молдаван, русские убивали русских, украинцы убивали украинцев. Надо было полного разгрома. Это вот так получается. И теперь Павел Филипп и Андриан Канту нашли себе друзей в лице НАТО, которыми они пытаются пугать Российскую Федерацию. Но это, наверное, абсолютное непонимание значения вот этих глобальных геополитических проблем и непонимание значения, что из себя представляет Молдова и какую роль она играет во всей этой очень неприглядной истории геополитического соперничества. Спасибо за сегодняшний разговор. Было всегда, как всегда, интересно. Надеюсь, и на следующие наши встречи в этой студии. Подведу черту этой беседы. Скажу следующее. Ведь смотрите, буквально недавно был проведен опрос среди военнослужащих Соединенных Штатов Америки, 68% из которых сказали о том, что по их ощущениям США готовятся к войне. И, наверное, может быть, так жестко прозвучало вот буквально недавно в Алдайском клубе прозвучала оценка возможной агрессии в адрес России, оценка этой агрессии словами Владимира Владимировича Путина. Он сказал, что мы готовы, что да, но мы в данном случае сторона пострадавшая будем. Конечно, не берусь за точность цитаты, погибнут все, но мы погибнем как, то есть мы окажемся в раю как жертвы этой агрессии. Ну, а остальные все равно получат ответ и, в общем-то, как сам российский лидер сказал, и сдохнут. Все равно сдохнут и, в общем-то, непрощенными. И такая вот, знаете, неприкрытая жесткость риторики говорит о том, что, наверное, градус агрессивности в адрес Российской Федерации, в адрес, в общем-то, Востока со стороны Запада, наверное, достигла определенных таких, в общем-то, горячих величин и это очень пугает нас. И мне кажется, в общем-то, мне уже пора договариваться о том, чтобы в Европе навести мир. Станислав, одна реплика, если можно. Абсолютно согласен с вами и, наверное, только благодаря такой жесткости со стороны российского лидера и вообще Российской Федерации мир сегодня не в состоянии войны, потому что все понимают, что последует ответ и это спасает мир. Ну, как раз заканчиваем тем, чем и начали, что любой поступок это бумеранг. Спасибо вам большое. Спасибо. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был историк и политолог Борис Шаповалов. Оставайтесь с нами, будет интересно, мы работаем для вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова